Вышивка Вышивка всегда была актуальна и всегда будет. Единственное, что это не параллель, потому что народное творчество и народная вышивка это одно, а то, что мы видим на выставке, это абсолютно другое. Это вышивка авангарда, которая не продолжает как бы в прямую традиции народной вышивки, а это новое такое направление искусства. И вот то, как художники авангарда реализовали это, вот мы и демонстрируем. То, как народные мастера воспринимали эти явления, вот они тоже своеобразно интерпретировали разные направления, силе и по-своему отражали это. А это будет вечное. Вышивка, она настолько уникальная и требует от себя того, что нужно затрачивать большое количество времени. Только при этом она будет уникальной, индивидуальной и создается такой шедевр, который именно большое количество времени затрачивается на это произведение. Вышивка сегодня все чаще воспринимается лишь как способ украшения вещей, рушныков или сорочек. Однако именно этот вид рукоделия искусствоведы считают основой и фундаментом народного искусства. Вышивка в Украине никогда не была простым украшением одежды. Она являлась искусством своеобразного отображения мира. Мастерицы в узорах и цветовой гамме выражали свои мысли и чувства, поэтому специалисты рекомендуют начинать с пристального изучения народных шедевров, сохранившихся в музеях и коллекциях. То, что интерес к вышиванкам – это очень хорошо, но сегодня все-таки надо сказать честно, что происходит бегородать у украинской вышивки. Это такой, знаете, кич сейчас. И очень жалко, потому что традиции украинской вышивки очень богатые, очень давние. А, к сожалению, на улице мы не это видим. Но, может быть, со временем это как-то стабилизируется и будет возвращено к истокам таким народным. Красочные этнические мотивы соседствуют с геометрическими фигурами. Три десятка картин, нарисованных иголкой. В двух небольших залах культурной лаборатории «Эдюкаториум» «Диаблоку негде упасть» на экспозиции представлен проект «Вышивка авангарда», который собрал истинных ценителей и почитателей народного искусства. Ведь именно оно дало толчок в развитии многих авангардных направлений начала XX века. Уникальное явление взаимодействия модерных художников и народных мастеров – вышитые картины на основе работ Казимира Малевича, Александра Экстер, Любови Поповой, Ольги Розановой, Евгении Прибыльской и других, которые разработали в свое время и эскизы к этим вышивкам. Однако до нашего времени дошли только эти эскизы, а сами вышитые работы были уничтожены во время революции 1917 года и уже в советское время. Большинство возрожденных шедевров – дело рук доцента Киевского института декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука Валентины Костюковой. Художница тщательно изучала каждый эскиз и, проникнувшись духом авангардизма, кропотливо воспроизводила их в материале. Она один к одному в размере и цвете восстановила технику шитья того времени. Те, кто любит искусство, для тех всегда будет актуально прийти сюда, но нашли же время, вы посмотрите, сколько людей, и еще будут, и найдут время найти, поэтому интересно, тем более, что авангард. Современное искусство – это прежде всего синкретизм, это возвращение к тому, что можно соединять несоединяемые вещи. Мы соединяем деликатную вышивку и абсолютно авангардную стилистику. В украшениях соединяется бумага, шелк, золото, картон. То есть сейчас нет запретов. К вышивке творцы обращались во все времена. В XII веке под их руководством процветало церковное шитье в золотошвейных мастерских. Во времена барокко эскизы для вышивания создавали граверы. А в XIX веке зарисовки делали даже известные живописцы. Виктор Воснецов, Михаил Нестеров, Виленгельм Катарбинский. Еще один малоизвестный пласт – вышивка начала XX века. Художники авангарда обратились к украинской вышивке в качестве эксперимента. Существует обоснованное мнение искусствоведов, что авангардные идеи супрематизма зародились именно в вышивке. Это очень опосредственно. Это было своеобразное направление в искусстве. Конечно, они отталкивались от народного искусства. Конечно, они его изучали. И цветовая гамма. И все это влияло. Собственно, биография вышивки авангарда началась в 1906 году. Местом, где собирались для совместной работы авангардисты и мастера декоративно-прикладного искусства, стали кустарные мастерские, артели, обучающие школы, которые в то время начали организовывать на собственные средства наиболее просвещенные хозяева имений. В 1910 году в селе Скопцы Полтавской губернии помещицы Анастасии Семиградовой было открыто начальное училище для сельских детей, которые имели талант к вышиванию, к качеству рисованию. Затем ею был организован так называемый «Кустарный пункт», творческое руководство которым в течение шести лет осуществляла художница Евгения Прибыльская. Под ее пристальным наблюдением развелось творчество народных мастеров Анны Собачка-Шосток и Пораски-Власенко. Одним из ярких примеров является вышивальная мастерская Натальи Давыдовой в селе Вербовка. В данный момент она собрала более 30 вышивальщиц, и они создавали работы. Они копировали народные автентические образцы. Помимо этого они развивали новое направление, в котором были проявления авангарда. Затем в 1915-м на Киевщину в село Вербовка Наталья Давыдова приглашает Александру Экстер, которая только вернулась из Парижа в Киев. Экстер определила задачу Артели найти новый тип художественной вышивки. И несколько месяцев спустя они вдвоем с влиятельной графиней Натальей Давыдовой устраивают в Москве в известной галерее Карла Ле-Мерсье выставку «Современное декоративное искусство Юга России». А это и есть работы украинских народных мастеров. Именно там с ними знакомится Казимир Малевич, и происходит столь органичное для него соединение авангарда с архаикой, изобразительного минимализма с колористикой народного орнамента. Казимир Малевич и другие широко известные авангардные художники, входившие в основанную им группу «Супрямус», активно присоединились к эксперименту. Эскизы создавали для этих работ. Это Александра Экстер, Малевич, Удальцова, Розенова. И когда они создавали эти эскизы, самые лучшие вышивальщицы отшивали их. Наталья Давыдова не только собирала самые лучшие украинские традиционные образцы, она их классифицировала. И помимо этого, она еще и открывала новое направление. Она дружила с Александрой Экстер, и они представляли свои работы на выставках. На вышитых народными мастерами полотнах воплощались новейшие супрематические идеи художников-авангардистов. Эксперименты в живописи, поиск новых форм, материалов и средств выражения гениально совпадал с традициями народного творчества, его мироощущением. Художники, объединенные вокруг вербивки, не только творили новые формы беспредметного искусства, но и реализовали его в вышивках основные принципы супрематизма, проблемы цвета, его интенсивности, плотности, а также взаимосвязь форм в пространстве. Наталья Давыдова сделала заказ для художников-супрематистов, художников-авангардистов, которые ходили и Малевич, и Экстер, и Розенова, Удальцова, Попова. Они создавали эскизы для вышитых работ. Это были не только декоративное панно, это были изделия, паспорту для блокнотов, это были сумочки декоративные, это были шарфы, это даже были созданы куски тканей для одежды, которую они создавали. Хотели осовременить художники вышивку. Они не шли по линии только народного искусства, а вот своеобразно интерпретировали ее, приспосабливая к интерьеру того времени, к одежде. Этот эксперимент подтверждал глубинность народного искусства, живучесть украинской вышивки. Во всем мире узнали об этом течении, коллекция работ прославилась далеко за пределами Украины. На осенних салонах 1914 года изделия народных мастеров увидели в Париже и Берлине. Оценкой было всеобщее восхищение. Но после 1917 года имение Давыдовой было ограблено, собрание эскизов и вышитых полотен сожжено. И мы сейчас, к сожалению, в оригинале уже не можем увидеть эти уникальные работы. К счастью, уцелели эскизы на бумаге, по которым и делались эти вышивки. Единственное, что на сегодняшний момент мы можем только через 100 лет возобновить, показать вот эту вот картинку, которая зарождалась 100 лет назад. Общую такую представленную ситуацию, которая была тогда. Потому что после революции все работы были утрачены, остались только одни эскизы. В вербовке был пожар, и это все сгорело. Украинский искусствовед Татьяна Карра Васильева рассказывает, что ей, совместно с российским доктором искусствоведения, бывшим киевлянином Георгием Коваленко, удалось разыскать в музеях Украины и России, а также в частных коллекциях, драгоценные эскизы авангардистов, по которым уже современные мастера вышивки сделали точные копии утраченных работ. В музеях, в частных коллекциях, вот Валентина Костюкова, которая стоит рядом со мной, мы находили эскизы вот этих всех мастеров и восстанавливали. Ну, прежде всего, авангардистов. Эскизы, скажем, народных мастеров, таких как Гана Собачка, Пласенко, они сохраняются частично в нашем музее декоративного искусства, и мы это восстанавливаем. А это все было утрачено, была революция, гражданская война, все эти катаклизмы уничтожили это направление. И вот сейчас мы явили миру вот то, какая была вышивка авангарда, то, как хотели осовременить художники вышивку. Да, эти работы в свое время прославили искусство украинской вышивки во всем мире. Получил ли сегодня продолжение уникальный эксперимент сотворчества художников с народными мастерами? Осталось ли место в жизни современного человека для такого, требующего усидчивости и размеренности дела, как ручная вышивка? И независимо, творчество ли это на уровне произведения искусства или просто занятие для души? Конечно, будут вышивать. А если не будут вышивать, то будут собирать, это сейчас очень модно, собирать аутентичные вышивки, что-то вырезать, с чем-то соединять. Ну, это прекрасно. А день наших вышиванок о чем говорит? О том, что все хотят красоты. Мы сейчас живем в мире, когда работают не все шесть чувств человеческих. То есть сенсорные ощущения, они утрачиваются, поскольку мы живем немножко в таком техногенном мире. В лучшем случае мы держим нож, вилку, очень редко ласкаем близких, детей обнимаем. И наши ощущения тактильные, они теряются. И я не знаю, когда смотрю на вышивку, то я почему-то вспоминаю об иголке, о вот этих ощущениях, когда иголка скользит в руке, когда ты чувствуешь пальцы, и когда твои пальцы думают. И вот здесь, по сути, результат, когда не просто работает голова, но голова работает вместе с пальцами. И вот это вот удивительное сочетание мыслей, чувств, ощущений, оно рождает вот такое полотно. И оно такое гибкое, зыбкое, теплое. Ну и, наверное, в нем есть какая-то такая оккультность вековая вне времени. Вышиванка есть и одевается время от времени. Это же тоже вышивка. А то, что вот было передавали, как и дети, там и женщины воду вышивают и передают ребятам, это же действительно, если грамотно сделать, это и комочек в горле, и слезки из глаз. Это же ручное, хендмейк. У каждого народа есть своя традиция, соответствующая и в традиционной одежде, так же, как и вышитые сорочки, тоже есть свои какие-то элементы, орнаменты, которые есть символами этой страны. То есть ясно и понятно, что вышивка, она распространена в разных странах мира. И она актуальна на сегодняшний день, она продолжает жить. Это вещи уникальные, которые требуют к себе подхода не только как профессионального мастера, но и художника, художника, который должен передать тот колорит, ту уникальность работы, которая была представлена в этом эскизе, передать не только цвет, а даже эмоцию художника, мастера, которые были созданы эскизы в начале 20 века, чтобы на сегодняшний момент это нужно было увидеть. Поэтому это единицы. Не все могут этим пользоваться, не все могут это выполнять. В советский период творчество авангардистов замалчивалось. Да и сейчас российские искусствоведы всячески умоляют значение и роль, собственно, украинского авангарда. Дескать, авангард не может быть украинским. Один Малевич чего стоит, которого россияне упорно не хотят признавать украинским художником. Тем не менее, самый известный в мире киевлянин Казимир Малевич, это украинский бренд, а вышитая украинская сорочка или рушник – самый дорогой сувенир, который увозят с собой иностранцы.